С 1 января 2024 года в Казахстане планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников. Причем только тех, которые родились после 1 января 1975 года. Как отмечают представители ЕНПФ, мера вводится, чтобы поддержать молодое поколение казахстанцев размеры пенсий, которые будут напрямую зависеть от их пенсионных накоплений. На следующий год взнос определен в размере 1,5% с ежегодным увеличением до 5% к 2028 году. Однозначно это будет уплачено с собственных средств работодателя. Со своих средств работники уплачивают обязательные пенсионные взносы 10%. Есть фонд оплаты труда, и будет этот компонент тоже уплачиваться. Но при этом нужно понимать, что как раз-то вот эта вот нагрузка на работодателя, она снижается за счет того, что все-таки вот это вот постепенное увеличение до 5% ежегодно. Ну, кроме того, вот будут, скажем, такие льготы по корпоративному подоходному налогу. Как отмечают представители ЕНПФ, поскольку пенсионные взносы в рамках условно-накопительной пенсионной системы будут производиться за счет средств работодателей, на них не будет распространено право собственности работников и право их наследования. Не могут передаваться в доверительное управление частным инвестиционным компаниям, не могут передаваться в страховую компанию при покупке пенсионного аннуитета. Ну, и также на них не будет распространяться государственная гарантия по сохранности. Это же не с нашей заработной платы удержано, да, то есть это не наши заработанные деньги. Это перечисляется за счет работодателей. И они будут распределяться между пенсионерами. Право на выплаты пенсии из нового компонента будут иметь граждане, достигшие пенсионного возраста, а также люди, которые получат инвалидность первой и второй групп до выхода на пенсию. При этом размеры этих выплат пока неизвестно. Система только запускается, отмечают специалисты, и часть механизмов по ней будет еще дорабатываться. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.